ну вот теперь давайте создадим страничку а давайте на на главной страничке теперь что-нибудь сделаем ну вот теперь я как раз говоря возвращайся входом на контроллера у нас есть такие вещи как аналога входа у них на входе есть всевозможные там конденсаторы там паразитные или или физические так далее в общем входы контроллер не могут установиться вот выпадали питанием мгновенно нет все но будут эти переходные процессы но и в это время до первые эту секунду может полсекунды может две секунды честно не засекал то время датчик может быть измерен неправильно да все у того что переходные процессы не закончились а вот программное обеспечение она начинает работать сразу в связи с чем возможно на старте устройства возникновение ложных тревог там по неисправностям датчиков там по каким-то температурам замерзания и так далее хорошо бы это преодолеть ну вот мы сейчас преодолеем это мы начнем исполнять стратегию которая обрабатывает входы сразу же одновременно с запуском контроллера а всю остальную часть программы мы выполнять задержкой относительно вот этого старта там например гарантированно такое число которое вот стопудово уже все проблемы решает с большим запасом 5 сразу у нас начнут работать только обработка датчиков а через 5 секунд вся остальная программа когда уже обработка датчиков получила правильное значение ну с 200 процентной гарантии для этого у нас есть блоки есть блоки которые живут всегда вдвоем они никогда не живут по одному по одному джам старт и джам да безусловно у вас есть если вот здесь есть инструментарий вот текст допустим вы можете вписывать сюда там ну вот вы можете даже размеры шрифта здесь изменить здесь есть видите размеры шрифта задаются да 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 я в демо проекте который у меня выложен на этом диске там все это есть вот вы можете тут чертить линии какие-то рисовать там да 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 это не компьютер это не компилируется ничего можете эти линии сдавать допустим сделать их штрих штриховыми там толщину задать допустим некоторых пределах цвет ей поменять там скажем ну вот в общем все это вы можете сделать можете рисовать квадратики тут такие вот тут да 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 в общем заниматься украшательством так не но я иногда себе тоже комментарии делаю пометки ну вот дальше значит смотрите как работают эта связка пока на входе вот это как ни странно называется на мой взгляд совершенно неправильно дизейбл да пока на него логический ноль все блоки номера которых находится между номером атома джамп старт и атома джамп энд исключается из исполнения то есть они просто перепрыгиваются это очень переходным условно как только здесь появляется логическая единица на входе дизайн эти блоки включаются в цикл и работают без особенностей как говорится наша задача с вами что сделать расположить блок джамп старт в конце страницы input да а джамп энд вообще в конце всей программы это соответственно все блоки которые будут находиться между ними будут исключены из исполнения до тех пор пока здесь не появится логическая единица а логическая единица здесь появится после того да как таймер отработает свою задержку вот как бы это сделать поизящней до чтобы постоянно не следить за этой нумерации здесь вот чисто мой совет сейчас создам две новые странички одну страничку я назову джамп старт и так стр да а с другую страничку я назову теперь страничку джамп старт моя задача поместить после страницы входов как это сделать очень просто у меня есть я могу вообще эти страницы менять местами произвольно как я хочу для этого я должен выделить любую и выбрать опцию change page о да тут очень простая технология выделяю нужную мне страничку нажимаю здесь стрелки и перемещаю туда куда надо все вот она вот она сразу после входов а эта страничка в конце программы моя задача теперь помещает только новые страницы между вот этой странице и а на этой странице что я размещу а там джамп старт а на странице джамп энд я размещу а там джамп мне не это будет работа смотрите если я был посмотрите если бы я в конце этого блока вот если они делают эти страницы да а просто в конце этой страницы последним блоком дедут импульс поставил бы джамп старт на здесь то при добавлении скажем новых блоков на эту страницу я должен мне она была анту присваивать время авто следующий номер свободный да не все время приходилось бы корректировать номер атома джамп старт иначе рано или поздно он все равно попал бы не в ту область да 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 main input потом джамп старте будет только один блок джамп старт ну вот дальше а вот пустом регуляторы логика там всякой еще там тревоги ну что угодно миллион может стране но не миллионом 900 страниц может быть но и в конце атом на страничке на последний джамп энд то есть я буду следующий страничке просто вставлять между этими двумя страницами не будет да мне будет меньше как бы гемора следить за этим делом постоянно соответственно я должен джамп старт расположить на страничке джамп старт а джамп энд на страничке джамп энд теперь я должен создать строй переменную до удавить типа стрим как раз она такая специфическая но и передать и назвать ее как-то там иванов иван петрович неважно на и передать эту переменную с этой странице на тут на сюда на страницу посмотрите как еще можно поступить чтобы не возиться с этой переменной а и кто их тому же вы знаете видите у меня не очень-то очевидно как эта конструкция работает а я хочу чтобы не овощи все это было видно начи на третьей странице просто это не обязательно делать всегда я буду хочу показать как это в принципе можно сделать допустим меня есть вот мой мой таймер давайте возьмем просто пока без объяснения делай он задержка на включение а вход им подаю перманентную единицу до время задержки сделаем 5 секунд то есть вот стартанет программа здесь сразу появится логическое единице через пять секунд меня появится логическое единице на выходе вот этого блока это таймер до обычная задержка на включение вот я хочу чтобы я здесь же был джамп старт а потом за ним джамп и да знаете как можно поступить я могу вот этот вот блок выделить джамп старт и выбрать опцию кат вырезать дальше открыть главную страничку кликнуть правой кнопкой и выбрать пейс пешил не просто пейс пейс пешил и у меня этот блок копировался на страничку как ссылочка видите на самом деле он находится на другой странице на 100 на странице джамп старт на странице джамп стр он там номер 10 единство что плохо сделано в этом случае я вот здесь хотя бы хоть и затененный образ его бы визуальный оставил вот на месте разработчиков они ведь его полностью отсюда убрали и сказать что теперь он будет виден здесь хотя на самом деле исполняться он будет там да 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 теперь отсюда вырезаем да ладно понимаете как непонятно с первое время потом просто вы будете это знать все пейс пешил вот ссылка на другой блок вот они оба здесь на одной странице видите без всяких переменных и всяких имен все все в купе здесь у меня комплектно теперь эти странички вообще-то я могу закрыть да мы можем не создавать перемен и больше вообще эти странички не открывать никогда если честно с они нам больше не пригодятся я и создал создал только для себя любимого с целью удобно расположить вот эту вот задержку на исполнении кода все в маха всегда это макро блок так как менять местами странички мы кликаем в любую страничку правой кнопкой выбираем опцию change page кода изменить порядок и дальше здесь орудуют этими стрелками мы легко меняем странички как угодно местами так теперь давайте рассмотрим вообще в принципе я просто пару комментариев по задержкам по этим есть блоки вообще и задержки ну задержки естественно они считают здесь параметр вот этот вот который за это время он может быть либо нулем либо какой-то другой положительной величину если этот параметр равен нулю то этот блок будет формировать задержку длительностью один цикл исполнения программ если будет значение больше чем один то эта задержка будет считаться уже в секундах в силу того что секунда здесь вещь условная она вычисляется на основании длительности циклов то есть методом пропуска не 1 2 3 4 цикла в зависимости того какая длительность цикла эта секунда вещь такая она немножко нестабильна поэтому получается чем меньше этих секунд тем менее стабильная будет эта задержка то есть там могут быть отклонения связанные с не кратностью длительность цикла и одной секунды взятые да ну вот чем больше будете этих секунд здесь тем более точно будет сформирована эта задержка потому что bios умеет хитро пропускать топ топ 5 циклов тут то 4 то 5 то 4 там то 3 то 2 то 3 то 2 зависит того он постоянно считает уравнивает эти времена и в результате вы получается пытается получить все-таки какое-то более-менее правильное количество секунд поэтому и такая тут чем больше цифра тем правильнее будет задержка другой стороны с точки зрения климата в общем то управление климатом там тут тоже в общем-то достаточно спокойно можно относиться что вот в данный момент времени у меня пять секунд это на самом деле не 5 секунд а там 4,8 а в следующий данный момент это 5,1 вместо 5 секунд в общем тут к этому может довольно больно относиться поэтому здесь зато зато такой подход позволяет нам использовать практически не бесконечное количество а количество задержек сформированных в программе может равняться количество очень блоков которые до могут быть использованы в программе то есть и может быть сколько хочешь по большому счету потому что на каждой странице там может быть сколько там 90 999 блоков до страницы 999 сами понимаете какое количество задержек вы можете сформировать случае если вам этого захотелось ну вот а а если бы мы жили с очень точными задержками которые бы жили бы с прерыванием процессора да сами понимаете у процессора не может бесконечное количество прерываний таймеров встроенных там и так далее быть поэтому мы бы имели с вами 2 3 4 5 задержек 20 задержек на всю программу что нас не очень-то устраивает потому что задержек часто приходится формировать десятки если не сотни в сложной программе пэйс пешил очень просто сделать 8 блог до выделили вырезали кликнули пэйс пэш но правда здесь и в этом на той же самой странице из на другой она была бы как ссылка то есть ссылка ссылка на сам себя удалил удариться и блок можете проверить если не верить ну вот я вас уверяю смотрите смотрите как интересно вот допустим я все-таки не пленюсь и докажу вам что все произойдет посмотрите да вот допустим я здесь имею помимо того блока еще какой-то блок вот он у меня скажем тут 5 надо то есть раньше чем тот возьмите он здесь десятый а теперь я применю к этой странице помните опцию калькуле и блок секьюшн вода раздвинулись через десять окей разве видите стал десятом догадайтесь трех раз каким будет тот да вот он так что он все-таки на той странице есть эту страницу удалю то сами понимаете я думаю что понимаете как это это скорее не то что ошибка это взгляд вот такой на положение вещей тех людей которые разрабатывали программу я бы здесь оставил бы затененный такой образ а ну что-нибудь что как-то говорил обо том что он здесь ну вот давайте сделаем еще такую штуку перед перекуром сейчас по печат по мелочи сделаем значит смотрите есть ну мы еще с вами не дошли до этого момента но там но мы дойдем завтра обязательно зайдем это уж стопудово допустим у нас есть уже пользователь интерфейс мы можем нажимать кнопки пример у нас есть страница паролем да вот мы зашли набрали пароль очень секретный пароль самый такой вот просто пароль наш с вами даже у юзера нету у хозяина нет а у вас есть зашли зашли в свое секретное меню с тем чтобы настроить ему таймер на оплату туда вашего но ты тут вам позвонили по телефону отвлекли вас вы ушли и забыли заказчик оба классно подошел да что же это такое и начал там рулить в общем все спор спорте но потом вас сделал виноватым потому что вы же не знаете что это он спортом он сказал что это вы испортите ну а мы хотим сделать следующее мы хотим делать что если вы перестали нажимать кнопки и какое-то время и не нажимаете чтобы откат за за пароль за это произошел автоматически и тогда никто ничего не испортится скорее всего смаз вероятно что скажем как вот для этого у нас есть системная переменная точнее как мы построим очень простой механизм который будет засекать время и если за это время кнопки не нажимались он будет ставить и присваить единицу специальные перемены которые мы с вами создадим а это перемены завтра мы мы ее используем для того чтобы сделать этот откат назад куда-нибудь на какую-то вполне конкретно указанными страницу меню ну вот значит для этого нам потребуется что это нам потребуется счетчик есть такое здесь есть два счетчика будут биотеки атомов один считает время а другой считает импульс и нас нас интересует счетчик который считает время потом time counter он считает все то время пока единица присутствует на входе in он инкрементирует выход или декрементирует все зависит от того как какое управляющий сигнал на входе даю то есть направление счета он может считать либо в минус либо в плюс это в атомах он если здесь на будет единица то он будет считать в плюс если у нас будет 0 на ходе даю вам бы считать в минус но все то время пока у нас присутствует единица на входе in и разрешен этот счет на входе и на его и сесть на счетчик не сброшен на то есть если мы на входе резет перманенту единицу присвоим то у нас счетчик ничего считать не будет потому что будет сброшен перманент но кстати так посмотреть какие значения по умолчанию уже задано на этих входах чтобы может быть эти вантул допускает не подключать нет входы какие вы хотите если вас устраивает значение заданное по умолчанию как посмотреть может конечно зайти в help посмотреть там где-то написано ну туда-сюда а можно просто нажать эту кнопку видите мне подсветили эти значения которые по умолчанию задано мало того я в принципе могут ли могу эти значения менять если есть в этом необходимость у каждого блока есть такая опция если ты не примем правой кнопкой show default table вот она эта табличка сожалению я не могу перетащить чтобы показать ну вот я могу вот на входе in задать значение какое-то на входе поменять то есть вот это значение заданное по умолчанию тем человеком который написал этот блок а я могу их поменять нет на этот только экземпляр да да вы можете константы можно не подставлять да это только на этот экземпляр распространится разумеется нет их таймкаунтеров у вас может быть 500 штук в проекте но вот то что я сейчас делаю да например она распространится только на этот экземпляр этого блока все пусть я возьму другой таймкаунтер то есть я не скопирую вот так ваши сейчас копирую я думаю что а видите тоже у нас он скопировал именно экземпляр пусть он не у него не унаследовал виде здесь 0 а здесь один и все хорошо это работает только действует только на экземпляр где 30 ну знаете мне сложно сказать почему там 10 10 30 честно а видимо я просто перед этим что-то еще делал ну ладно это ерунда так но вообще-то знаете как вот я честно вам скажу никогда вот это вот этой вот ерундой не пользуюсь я все время это значение задаю в явном виде только в отдельных некоторых элементарных блоках я бывает оставляют вход это я вообще да я люблю в явном виде заодно все все что явно все все светится перед глазами а вот эту кнопку я ненавижу меня честно говоря раздражает и черные метки на экране поэтому пока вот здесь не выключил вот так нет для любого блока в котором есть не подключенные входа да это не не подключены входа будут так подсвечены значение по умолчанию но вызываем табличку show дефолта и был и можем здесь менять и там у нас галочка но у меня эти большие шрифты и такой известным косяк ванту у меня шрифты в винде большие стоят потому что у меня не тур маленькие разрешение большое поставил побольше и они оба не помещаются но у вас я думаю галочку всех там нормально четко а ну хорошо так теперь смотрите у нас у нас у нас тут будет простая конструкция этот блок должен досчитать ну да до того количества секунд которое он слегу считать в плюс видите поэтому я сейчас сюда значит на вход подам перманентную единицу он будет считать пытаться всегда считать оба считать всегда в плюс он будет всегда и мой счет будет разрешен вот резет пока оставим дурацку уберем ну вот дальше мне потребуется некий блок который будет сравнивать значение до которого досчитал этот блок заяву с требуемым значением вот этого автоматического возврата значит у нас тут есть блоки всевозможные сравнения вот вот билотека макроблоков например у меня есть блоки гггг вот они ведь ге и и gt gt это great а z end до больше чем или ага и это больше или равно ну тут в общем сама иконка говорит о том что же это такое за блок делает собственно где мне за глаза кстати счетчик этот найти как считает он до считает до 32 1767 упрется и будет стоять вот так если каждый считает но ни одни это не считается бедой потому что вы в любой момент чем угодно можете его сбросить до подать ему вот отсюда на прямо до считали дышите да мы можем просто вы смотрите мы можем так соединить и он будет скажешь сиху сбрасываться и снова считать но мы так делать не будем не в этом не в этот раз как говорится вот на выходе этого блока у нас будет переменная мы мы пока ее просто сделаем переменной зовут так я и go to go to мм go to main mask она у меня будет команда потом специальная и все это переменная на пока просто повиснет у нас заготовка будет домашний вот а как же мне не дать ему досчитать до 60 если я нажимаю кнопки то есть я кнопки перестала мне а значит такая стоит если я перестал нажимать кнопки то через 60 секунд должен позвать и откат какую-то камню вполне конкретную масочку который я сказал а пока нажимаю такой откат не должен происходить иначе это будет мешать мне настраивать параметры и так далее есть у меня системная переменная которая называется и пресс да системные переменные точно так же как атомы и макро блоки с помощью help описано поэтому здесь никакой проблемы нет вот это переменная принимает значение логической единицы всякий раз когда нажата кнопка любая который настроены на внешней панели нажали кнопку кип-пресс-хопа защелкнулся единицу и она каждой видите она будет сбрасный счетчик беда в том что она не умеет сбрасываться на ноль сама то есть bios ее не не обучили bios сбрасывать скажем в конце цикла или еще как-нибудь эту переменную в ноль не знаю по какой причине видим так сложилось исторически защелкивается единицы висит до конца пока электричество не выключится а мы хитрые ребята у нас есть блок move атомы move которые присваивают значение они здесь есть move bx move a x эти блоки давайте я пока выдернул сейчас отсюда на экран здесь вот как раз стоит немножко прокомментировать работал блоков move это как среди них как раз есть те единственно два блока которые умеют писать во флеш память напрямую вот этим у в bx и move a x пишут ведь соответствии с именем x на конце пишут в оперативную память этот булевую переменную этот в булевую переменную этот в интеджер либо значение константы либо значение другой переменной могут передавать туда неважно что здесь важно что здесь будет переменная в оперативной память а вот блоки move bt и n и move и t и n вот эти блоки пишут непосредственно во флеш память в т-типа память то есть на выходе будет переменная т-типа и для того чтобы вот избежать этой проблемы до слишком частой перезаписи них есть разрешающий вход примеру я сюда по ценю какую-нибудь до температуру какую-нибудь температуру примеру приточного воздуха случайно да и она будет она же постоянно меняется хотя бы там какие-то там дольки и она вот часто часто перезаписывать мне в эту переменную а этот вот вход и не был может воспрепятствовать эту запись то есть пока есть но ничего происходить не будет здесь единица он призов перезапись произойдет поэтому здесь конечно тогда бы внимательно с этим тут есть два варианта либо просто подавать сюда время от времени импульса перезаписи до либо быть уверенным что переменная которая на этой стороне не часто изменяется потому что bios он он конечно программа дурная да ну не до конца дурная он хитрый он видишь из перемены меняется на перезаписывать а с ними я стане перезаписывать а мне тяло да с вами только комментирую работать и бог в клуб конечно она там вот такие вот обычные это только для т-памяти только для flash все они даже название cbt именно то типа только все больше никак в прямом доступ а соответственно их есть разрешающие вы должны очень здесь сами следить как часто вы будете перезаписывать ну вот нам же с вами потребуется а там б x мы будем записывать сюда логически ноль абсолютно тупо и беззастенчиво вот таким образом только обратим внимание на нумерация вот этот блок сначала мы должны получить сигнал аки пресс на тут нажал кнопку сбросить счетчик в общем мы сначала должны вычит этот блок и этот блок с целью если счетчик не сбросим то проверить не достигнули он на значение 60 секунд а только потом уже сброс сбрасывайте эту переменную обратно в ноль то есть в каждом цикле она будет бросаться в ноль но перед этим если кто-то надо будет скажем цикле но на вызове или через цикл не важно кто-то будет нажимать кнопку она будет будет успевать сбрасывать этот счетчик таким образом пока человек нажимает кнопки хотя бы там чаще чем раз в 60 секунд у нас этот счетчик будет успевать сбрасываться и здесь никогда не появится единица как только он перестал нажимать через 60 секунд здесь появится единиц нет а вот теперь она бы висела единицы если бы не вот этот блок а он пишет в нее но хорошо я для пущей да я для для понимания я сделаю вот так ну это очень одно и то же но для лучшего понимания то есть вот это вот от клавиатуры управляется переменная я сначала ведь с помощью перемен сбрасываю счетчик а потом уже саму переменную сбрасывать то есть у меня номер видите стоит позже чем чем счетчик move bx присваивает в каждом цикле присваивает 0 переменной keep rest он ее сбрасывает после каждого цикла то есть пользователи когда-то нажимать смотрите у нас выполняется интерфейс и исполняется программа фрфс и среди они не одновременно то есть они по очереди исполняются интерфейс стратегии интерфейс стратегии интерфейс все внутри одного цикла давно по очереди то есть исполнил стратегии кто-то нажал кнопку в keep rest записал соединиться потом пришли к выполнению стратегии стратегия сначала сбросила счетчик а потом присвоила 0 keep rest и все сбросил keep rest короче а потом пользователь опять нажал кнопку а если не нажал то и все счетчик считая считая считает считает пока здесь единицного не появится выщет до 60 до считает видите здесь схему больше или равно есть появится единица есть она даже там на одну секунду появится это вызовет некую реакцию нашего интерфейса придет откат на какую-то маску но мы еще просто это не сделали но мы сделаем да да видите тут таких вообще всяких штук таких не очень очевидно тут в принципе полно в этой программе вот допустим вы хотите создать ячейку оперативной памяти в которой хотите пересохранить какой-то аналог значение будет аналоговые перемены как вот раз в 10 секунд вы хотите сохранять новое значение какое-то постоянно меняющиеся перемены но в оперативной памяти до выкс а здесь муфа 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 как у вас нет муф с разрешением для оперативной памяти как я делаю это атом я не могу влезть внутрь атома он такой как есть этим у нас есть переключатель вот все у нас вот переключать сил бисел ай да есть вот сел ай нас интересует вот смотрите здесь у меня постоянно меняющийся переменная но пускай это будет со темп например а выход я замыкаю вот так да есть подавая сюда импульс 1 10 секунд я буду 1 10 секунд перезапоминать вот здесь вот в этой переменной а это тоже но после еще ими не присо мной тоже перемены буду перезапоминаю пересохранять вот это значение да самое интересное смотрите какая еще ерунда может быть я таких штук могу в разных кустах как концах программы сделать где черт место мало вот да могу сделать сколько хочешь да ну вот а импульсы могут иметь разное происхождение я по разным условиям могу запоминать а запоминаться а перемена будет одна и та же здесь они между собой могут быть соединены вот эти вот ну посредством перемены например да там какой имени перед они могут на разных страницах быть и так далее но они не будут конфликтовать между собой тот кто переписал тут теперь допустим даже в одном цикле я могу несколько раз поменять значение то есть одной странице поменять значение на другой странице на третье на четвертой я потом вам покажу обязательно кусок стратегии который на который весь основан на этом который вот запись журнал тревог она вот стандартный алгоритм в принципе весь на этом основан на динамике на этой течение цикла там может записать хоть 100 тревог в журнал и все они запишутся в течение одного цикла не что этот цикл удлиниться немножко из-за того что 100 тревог сразу одновременно появилась но это конечно утопичная ситуация вряд ли что что должно произойти чтобы одновременно привел 100 тревог выдернуть все штыки рада но у вас там все в программе могут разные задержки на разные тревоги там и так далее но теоретически теоретически это произойти может вы можете в течение одного цикла исполнения записать хоть все в журнал все 100 и это будет вот так вот сделано динамически то есть постоянно вот выходы будут соединены ну в данном случае нет 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 сел это вообще-то переключатель но в данном случае мы его используем таким образом да это в данном случае он фиксатор и принять если мы так не сделали не мы не замкнули то тогда вы смотрите у вас просто подключался бы либо этот вход к выходу либо это но мы его замкнули просто сам на себя и все это можно этому применение может миллион нет в данном случае это интеджера у меня в данном случае я могу взять булевую но для булевой там есть флип-флоп от д-триггер там до обычный д-триггер то есть там все есть можно заполнить аналога но я кстати д-триггером не пользуюсь потому что у него выводов больше я поэтому точно так сделаю такой на силби другой я что в д-триггере есть резет там уже да ну в общем это а но что перекур давайте до 5 перекурим и и потом полетим а еще на самом деле смотрите пока еще не ушли на берегу хочу сгенерить это самый меандр до в одной цикле плюс в другом в одном ключе на другом выключен догадайтесь трех раз но этот этот самый сгенерирует квадратные импульсы до ссори 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 вот это допустимо даже на физических микросхемах стать такая только напали на на кнопках да вот здесь будет да вот здесь вот будет каждый цикл у меня меняться на леднице 010 а могу сделать смотрите управляемый есть тут кусок ссор 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 вот так же замыкаю пока здесь единица будет генерить здесь 0 не будет ну как нет там получается в одном цикле единица в другом 0 то есть получать за два цикла один период но здесь есть системная переменная блин которая каждый каждую секунду по-моему она один герц у нее помо да да но она там все равно понимаете как в силу того что он тоже циклу привязана там она такая нестабильная немножко я вот курса подсвечивал это между между часами и минутами этот мигающую фигню точку делал и она так вот мигает на этим немножко неровно так мигает ну как бы нестабильной частотой точение нестабильной периодом нестабильна